С 6 февраля в Новочебоксарске подорожал проезд в общественном транспорте. Это коснулось и троллейбусов, и автобусов, и маршруток. При наличной оплате за билет в транспорте новочебоксарцы теперь платят на 2 рубля дороже, чем раньше. Мои коллеги прокатились на троллейбусах в городе Химиков и узнали, почему льзы выбирают этот вид транспорта и с чем все-таки связано повышение тарифов. В 17 рублей наличными или 15 рублей по транспортной карте. Такова стоимость проезда в Новочебоксарском троллейбусе с 6 февраля. Электрический транспорт один из самых доступных для горожан. Сам дешевый транспорт. Троллейбус лучше, конечно. А почему? Можно с колясками зайти. А лично вы троллейбусы? А мне удобнее троллейбусом ездить. По всей точке города можно добраться. Здесь удобнее ступеньки ниже. Удобнее и уютнее. Молодым семьям, которые идут в больницу, удобный транспорт очень. А на этой, на маршрутке, неудобно. Люди все равно сажаются, многие на троллейбусе. Удобный транспорт. А были ли такие, которые недовольны сегодня с вами? Нет, не было. Некоторые знали, уже спрашивали, что 17 рублей сразу дают. Недовольных нету. Однако многие встретили подорожание без энтузиазма. Мне кажется, что это ненормально. Потому что многие, даже вот дети ездят туда, ладно, денег очень много затрачивает. Но мера вынужденная. Цены на билет не менялись с 2015 года. Троллейбусное предприятие Новочебоксарска работает в убыток себе и еле сводит концы с концами. За эти три года затраты на электрическую энергию, на водоснабжение и материальные затраты на ГСМ увеличились ежегодно. Тем самым экономический обоснованный тариф на перевозку пассажиров в городском транспорте составил более 18 рублей. Мы вышли в администрацию с просьбой рассмотреть стоимость поднятия тарифа. На что администрация города Новочебоксарска рассмотрела нашу просьбу и приняла решение обоснованно поднять тариф. Подвижной состав Новочебоксарского троллейбусного управления не обновлялся уже несколько лет. Последние четыре троллейбуса поступили в 2014 по программе «Доступная среда». Так что расходов много. К сожалению, доходов даже с учетом повышения стоимости проезда на все не хватит. Руководство Новочебоксарского троллейбусного управления рассчитывает на включение предприятия в республиканские и федеральные программы. А в этом году для поддержки социально значимого транспорта из бюджета города Новочебоксарска выделено 15 миллионов рублей. Эти средства пойдут на оплату электроэнергии. Татьяна Трофимова, Юрий Марков, Республика.